Друзья, всем привет! Вы на канале Дрончики или Герыч ТВ. Жизнь с погодками и рукоделие. Сегодня у меня очередное рукодельное видео для вас. Я кое-что связала. Хочу вам показать свои очередные повезушки. Пускай она такая небольшая, незатейливая, можно сказать. Но все равно для меня это определенный этап. Потому что сейчас я только еще учусь вязать. Супер какой-то рукодельницей-вязальщицей я не являюсь. И поэтому каждая связанная вещь, даже если она простенькая совершенно, для меня является определенной победой. Еще и потому, что вяжу я в той атмосфере, в которой проживают еще два маленьких существа. Одному из которых два с половиной, другой три с половиной. То есть, собственно, у меня дети в погодке. И вот в этой вот, во всей атмосфере я еще и учусь вязать. Вы как раз успели к шапочному разбору. Точнее, к повязочному. Та-дам! Ну что, я вам показывала в своем... Извините, пожалуйста, у меня немножко облупился лак. Вот, собственно, все-таки я мам детей и погодок. Конечно, это не отговорка, но прошу понять. Я показывала этот узор в прошлом своем рукодельном видео. Так вот, да, я тогда не раскрыла секрет, что это. А теперь вот говорю и показываю. Это повязка на голову. Вот, смотрите, как она подходит к этой кофте. Есть шапочное знакомство, а у нас повязочное будет. Или, ну, можно закидать врага шапками, а мы повязками будем швыряться. Связалась у меня на днях вот такая вот штучка. Почему вдруг захотела, я решила связать повязку на голову. Дело в том, что все мы знаем, какая в этом году была весна и какое, собственно, нынче лето. Ну, проще говоря, дуба. Ну, ходить в шапке летом как-то, не знаю, даже пусть самым прохладным летом как-то немножко странно. А вот повязочка, собственно, вполне прокатит. Не всегда с детьми погодками я могу найти время привести в порядок свою голову, прическу. И часто выхожу из дома, ну, чего греха таить с гнездом на голове, который, к тому же, еще и раздувается во все стороны ветром. А потому эта повязка призвана не только, собственно, греть, но и придерживать хоть немножко волосы. Собственно, вот здесь вот ничего раздуваться не будет, как обычно это происходит. Можно очень даже при сильном ветре аккуратненько выглядеть. Конечно же, есть несколько вариантов ее носки. Сейчас покажу еще один. Ну вот, надеть можно еще и вот так. Правда, так, мне кажется, будет больше развиваться. Но вот здесь вот все равно все прикрыто. И, по крайней мере, челка будет в относительном спокойствии. Вот, мне кажется, для ветреной погоды самое то. Это о том, что меня сподвигло на создание этой повязочки. Вот, а теперь расскажу, как она, собственно, создавалась. Вязала я ее из детской новинки от Пихорки. Вот, из таких вот в две нити я вязала. Вот она, детская новинка от Пихорки. Вот в стикетке я сохранила. Цвет называется Василек. Выбрала я синий, потому что по цветотипу я ближе к зиме. Вот, и мне синий цвет, собственно, идет. Пряжа, судя по этикетке, стопроцентный акрил, высокообъемный. Согласно всей этой же этикетке, стирать эту повязку можно только вручную. Гладить чуть теплым утюжком. Вязала я на длинных спицах номер 3. И, собственно, спица номер 3 и рекомендует нам производитель этой пряжи. Друзья, в связи с тем, что данная повязка связана из Пихорки, данная пряжа от Пихорки, не могу не вспомнить забавное рукодельное видео на просторах Ютуба. Точнее, видео-то вполне себе обычное рукодельное, но там рукодельница вяжет и говорит, что она вяжет из Пехорки. Да-да, вот из Пехорки ударение на букву Е. Меня это, честно говоря, тогда немножко повеселило, когда я смотрела. До этого я никогда не слышала, чтобы кто-то так произносил это слово. Пехорка. Всегда говорили только Пихорка. Ну да ладно, как я вязала? Вязала я по мастер-классу все из того же Ютуба. Поисковик выдал мне немыслимое количество видосов по созданию повязок на голову. самых разных, собственно, с бантиком посередине, с разнообразными ушками, с различными узорами. В общем, вяжи не хочу. Но мне понравился больше всех вот такой вот вариант с узором коса. К тому же не надо было производить всякие расчеты, никаких сложных расчетов делать было не надо. Просто вяжешь и вяжешь. По ходу дела на себя примеряешь. У меня как-то сразу все стало получаться. Узор сразу стал вырисовываться, вывязываться. Косичка стала заплетаться. В итоге через несколько дней вязания, вязала я каждый день по чуть-чуть, когда повязка уже была довольно длинной и работа подходила к концу, я ошиблась с узором. Ошиблась, потому что забыла, какой ряд я вяжу. Хотя каждый раз все скрупулезно. Я отмечала, писала циферки и так далее, записывала. Но вот так вот произошло. Так произошло, что я сбилась. В итоге наугад я связала определенный ряд, еще один наугад, не зная, какой я точно должна вязать. И поняла, что мой узор окончательно испорчен, что косичка превратилась в какую-то не косичку, а в какую-то неправильную кривую. Конечно, эта часть, собственно, где я ошиблась, эта часть была бы на затылке. И при желании все это прикрывалось бы волосами. Но меня так взбесила сама вот эта вот ситуация. Я просто смотреть не могла на эти непоследовательно провязанные ряды. И в общем я попыталась подраспустить, чтобы перевязать там, где ошиблась. Но в итоге у меня все настолько запуталось, перепуталось, перекрутилось и завязалось в узлы, что ни на что, кроме отправления в помойку, эта повязка и пряжи, из которой я вязала, были уже негодны. Я выкинула в помойное ведро все, что вязала и то, из чего вязала. Было, конечно, обидно до слез. Я думаю, рукодельницы меня поймут. Но делать было нечего. Я принялась, скрипя сердце, за новый проект. И на этот раз довела его уже до конца. Я перестала отвлекаться на что бы то ни было. То есть, например, на просмотры влогов по ютубу. В общем, полностью сосредотачивалась на вязании. И еще, после 14-го ряда узор начинается сначала. То есть, как бы начинаешь вязать опять с первого ряда. И когда я вязала свою первую повязку, я дошла до 14-го ряда. А потом стала считать 15-й, 16-й, 17-й, 18-й. Вот вязала и думала. Так, 15-й я вяжу как первый, там 17-й как третий, 19-й как пятый и так далее. В общем, мозги кипели только так. И где-то ряду на сотом я просчитала. К тому же, я еще и влоги по ютубу смотрела параллельно. И где-то ряду на сотом я просчиталась, забыла, какой я ряд уже вяжу. И, в общем, дело кончилось плачевно. В следующий раз я поступила уже проще. Когда я провязывала 14-й ряд, условно последний для узора, я начинала считать сначала. Первый, второй, третий и так далее. Так оказалось намного легче. Я провязывала целиком 14 рядов узора и начинала отсчет сначала. Что касается сшивания, друзья, то вот эта вот часть, она под волосами. Ее, собственно, не видно. Прежде чем сшивать, мы немножко складываем наш узор. Да, эта косичка, она сама складывается в нужную нам сторону. Сметываем иголочкой. А потом с помощью крючка прошиваем трикотажным швом. Вот такой вот шовчик получается внутри. И вот так он выглядит снаружи. Там в мастер-классе предлагалось еще сделать ВТО готовые вещи. Но я этот момент опустила. Вот мне кажется, она и так смотрится неплохо. Всего на мою голову получилось 11 вот таких рапортов. Рапортов, наверное. Когда мы, собственно, носили кота лечить в ветеринарную клинику, там у врача была фамилия Раппопорт. Так что, собственно, друзья, не знаю, мне кажется, если еще украсить эту повязочку какими-то стразами, она приобретет совершенно продажный вид. Ну все, друзья, я жду ваших комментариев по поводу того, что вы думаете про эту повязочку. Я, конечно, хочу связать, попробовать еще другие повязочки с другими узорами. Может быть, с ушками какой-нибудь свяжу другого цвета. Есть другой пряжей, другими спицами. В общем, так что, друзья, следите, пожалуйста, за моими выпусками, за моими видео. Там все будет, я все покажу и расскажу. Так что, вот. И, конечно же, кроме повязочки я хочу вязать что-нибудь еще. Пишите комментарии, ставьте лайки. Идет мне эта повязочка, не идет. Пишите, пожалуйста, ваше мнение. В общем, пока. Я перестала отвлекаться на что бы то ни было. То есть, например, на просмотры влогов по ютубу, да, как это было.